Как римские войска отбивали атаки тяжелой кавалерии? Принято считать, что римская армия представляла собой непобедимую мощь. Но это вовсе не так. За многие десятилетия своего существования она потерпела немало поражений. Галы, германцы, скифы, корфигеняне и другие народы в разные периоды одерживали победу над римлянами. Наиболее чувствительными поражениями для республики стало противостояние с двумя эллинистическими народами и пиротами, и корфигенянами. Именно это повлекло серьезные изменения римской армии. Проведение Марианской реформы способствовало возникновению профессиональных вооруженных сил, имеющих четкую структуру и систему управления. Государство же обеспечивало армию качественным оружием и доспехами. В периоды царствования Мария, Помпея и Цезаря, тяжелая кавалерия, облаченная в доспехи, считалась недостойным восточным увлечением. Непревзойденные римские полководцы сходились во мнении, что она уступает тяжелой пехоте, которая являлась основой средиземноморской эллистинтической тактики, однако войны с Персией и Парфией положили конец подобным рассуждениям римских военачальников. Первым поражением от Парфии потерпела войско Марка Антония, который на родине был признан одним из лучших генералов и талантливым полководцем. Как правило, исход всей битвы определяло ожесточенное сражение подразделений пехоты, имевших тяжелые доспехи. Так появилось с греко-персидских войн. В одном из своих произведений комедиограф Плафт отметил этот момент. Цитата. «Ах да, большие пехоты, бедные нищие». Конец цитаты. Но иногда на пути римских армий вставали государства или полководцы, имевшие в своем распоряжении значительные части кавалерии. Римлянам не удалось одержать победу над Ганнибалом ни в одном сражении, за исключением битвы при Заме. В каждом из столкновений великих армий Карфаген обладал огромной конницей, но все изменилось в последний раз. Риму удалось заполучить союзники нумидийского царя Масиниса. Благодаря его армии численность римской конницы увеличилась в три раза, и исход сражения при Заме предопределила схватка всадников. Всякий раз, когда римляне сталкивались с сильной и многочисленной конницей, они заключали дружественные союзы, таким образом увеличивая свою кавалерию. Во время битвы при Фарсале армия Юлия Цезарева в два раза уступала в численности Помпею, при этом число конных было меньше в пять раз. Но благодаря военной хитрости великому римлянину удалось одержать победу над врагом. Цезарь приказал оставить в засаде резервный отряд, вооруженный пехотными копьями, которые солдаты атаковали всадников противника. Копейщики всегда составляли немалую часть римской армии, но Марианская реформа уничтожила различия между Триариями, Гастами и Принципами. Именно этим подразделениям приходилось принимать на себя основной удар, если противник располагал тяжелой кавалерией. Поражение в битве при Карах, которые понесли римляне во время Первой войны с Парфией, показало им, что они способны справиться с натиском легкой стреляющей кавалерии и тяжелой конницы по отдельности. Но остановить их совместный натиск оказывались неспособны. В ходе столкновения с Парией Марк Антоний создал своего войска из лучших прачников и лучников, которым предстояло отражать атаки легких конных стрелков. Против тяжелой кавалерии полководец планировал выставить легионеров. Эта стратегия принесла определенные плоды. В будущем ее неоднократно повторяли квириты, но не во всех случаях это было эффективно. Парфянские войны начали завершаться победой римлян только после того, как они сформировали собственные сильные конные части. В свою очередь Византия, являющаяся идейным наследником Рима, основой своей армии сделала тяжелую стреляющую кавалерию.